Сохранение природного баланса, охрана окружающей среды – задача не только специалистов в этой области, но и неравнодушных людей. Экологический рейтинг, в котором Чувашия занимает лидирующие позиции, позволяет надеяться, что в республике таких немало. Какие меры принимаются для улучшения обстановки, узнавала моя коллега Наталья Мальчикова. Чистый воздух, чистая вода и природа сохранять высокие показатели позволяет эффективная реализация федерального проекта «Чистая страна». Ключевого направления нацпроекта «Экология», считают эксперты. В Чувашии успешно действует комплексная система переработки и утилизации отходов. Это новый полигон и сортировочный комплекс. Рекультивация – самый большой в Приворском федеральном округе. Свалки ТБО в Пехтулина – важный шаг к улучшению качества жизни. На ближайшие два года запланирована аналогичная работа в Канаше, Ядрине, Аликово и Яльчиках. На заседании Общественного совета при Министерстве экологии затронули самые наболевшие экопроблемы. Говорили о том, как сделать так, чтобы и волки сыты были, и овцы целы. Неравнодушных граждан беспокоит судьба вековых дубов в Акреевском лесу. Начали финансировать в Акреевском парке, он начал осваивать эти деньги, значит, стало красиво. В том году чуть ли не полмиллиона посетителей в этом Акреевском парке было. То есть, как администратор в хозяйстве и начать эти акционы, значит, на сегодняшний день ему можно поставить пятерку. Ну, что касается, что ему безразлично, сколько будет жить у права, это надо отдать до старой дирекции. Из положительного опыта, который, кстати, высоко оценили на федеральном уровне, эффективное решение проблемы очистки сточных вод. Работы проделаны и по очистке сточных вод. Это в Новочебоксарске строится на биологических очистных сооружениях третья очередь, потому что в первой и второй очереди уже, ну, они, можно сказать, отработали свое, отрабатывают свое. И потом на водозаборе у нас новые технологии внедрили. Это вот Чебоксары питает этот водозабор волшеской водой. Там, скажем, безотходные технологии. Сейчас они у нас утилизируются как на водозаборе, так и на очистных сооружениях. Зеленые зоны, сохранение, преумножение леса, а также эффективное лесовосстановление на вырубках, гарях, первостепенные задачи лесоводов. Экообразование – фундамент для воспитания гуманного цивилизованного общества, считает эколог со стажем Федор Корягин. При этом реализация новых инвестиционных проектов в области экологии. Несомненно это инвестиция в здоровье каждого жителя республики. Наталья Мальчикова, Валерий Рязюков, Республика.